Сегодня в актовом зале администрации состоялось первое в этом году аппаратное совещание, которое ввел глава муниципального образования Хаса-Юртуцкий район Джамбла Шапиев Салау. Несмотря на выходные дни, глава района, глава администрации района и его заместитель работали по наведению порядка по федеральной дороге «Авказ». Начался 2015 год. Уходящий 2014 год был, конечно, более позитивный. В 2015 году, конечно, нас всех ожидает огромная работа в связи с ситуацией, которые у нас в стране и в республике. Поэтому легко, я думаю, не будет. Поэтому мы должны с большим настроем, и тем более мы отдохнули многие, даже с новыми большими силами. Мы возьмемся за работу, и чтобы в конце года, по итогам года, мы также с большими результатами по республике. Одни из первых в лидерах по республике. И по итогам 2014 года мы по многим направлениям, по многим отраслям, мы были первые. Самое главное, общий по налогам тоже мы. Более 120% исполнения у нас бюджета. Несмотря на такой потенциал, который у нас был, вход нет на 2014 год. Также всем желаю, конечно, плодотворной работы. Сегодня первое у нас аппаратное совещание. Также сегодня и актив района у нас будет совещание актива. Поэтому всем желаю, конечно, успехов. Всего хорошего желаю. И так, чтобы могли приступить к нашей работе. Вот это федеральное подорожное поло занимались сносом этих кафе, магазинов, заправок. Ну, конечно, основную работу мы уже провели. У нас есть результаты хорошие. И по сравнению со всеми районами, то, что у нас идет по этой подорожной полосе, по М-29, мы самые лучшие, можно сказать, которые были нам даны замечания с комиссией главы республики. Мы уже без таких судебных решений, мы уже нашли понимание с нашим населением. С многим, можно сказать, еще раз повторяю. 90% с людьми мы уже нашли понимание и решили все основные вопросы. Да, остались какие-то мелочи, где-то на местах нет у кого-то или какое-то мелочное недопонимание. Но этому процессу работать тоже решим. И просьба, конечно, еще ко всем. Здесь наши все руководители и также жители наши, которые смотрят эти люди, наши активы, наши обратные совещания, чтобы они тоже более отнеслись по государственным к этим нашим рабочим вопросам. Принять судонными нормами, в любом случае для нарушений, конечно. Людям дома выделяем, ни одного человека мы не ущемляем, поддерживаем. Но есть правила выдачи, есть правила инфраструктуры. Его разницы нет, это касается кафе, магазина, АЗС, фикстанции, мойки. Вот это вот, всего этого касается. Есть у нас эскизы, мы уже проделали, проработали, чтобы было и удобно, и красиво, и по экономике, чтобы для наших жителей было очень удобно. Поэтому в архитектах нашего есть, где какая мэка должна быть, где примерно АЗС как должен выглядеть, где кафе, где магазин, какая-то торговая точка или площадка. Конечно, все в основном наши заместители, руководители подразделения, которые именно имеют отношение к этим дорожным работам, к другим мероприятиям, которые мы проводим, правоохранительный блок. И днем и ночью был рядом с нами. И до сих пор они работают, пока мы здесь с вами совещаем, когда они до сих пор ведут эту работу. Раз мы уже начали, тем более, сейчас мы уже работы провели, мы должны его до конца добить. Люди тоже уже таким сознанием к этому относятся. Вот самое главное, они уже понимают, они знают, что это не просто где-то, какая-то чья-то прихоть. И тем более, когда мы уже провели эту работу, и красота тоже видна, самое главное, и когда не разбросано, где-то, когда в один ряд, и где-то как положено все идет, это же 7 на ряд. Используя каждый погожий день, сельхозтоваропроизводители нашего района провозят спашку под яровой посев. Со слов из Амитина Ирезвиева, начальника районного управления сельского хозяйства, на сегодня спахано 14 тысяч гектаров. В настоящее время в хозяйствах нашего района продолжается пахатор площадей под яровой культуры, на сегодня спахано по этим донам 14 тысяч гектаров. Полным подым району идет завоз семена картофеля, а также завоз меня. 14 тысяч с пассажем, да? Нет, с пахом. С пахом надо. А вот оперативные данные эти как? Это на каждый день завозят они, хозяйство мы не вызвали, они завозят, нам говорят какие данные. Но у нас точные данные должны быть, мы же знаем, пока же у нас младшие все научители. Каждое хозяйство, сколько оно заработало, сколько они спахали, где посеяно, где озимые, вот это все мы должны. Полным подым идет завоз семян картофеля, а также завоз минеральных удавлений под яровой культуры. Завершился в районе отчет 24СА, это отчет по животноводству. В данное время подводим итоги по животноводству. Управление следствия хозяйства составляет график работы на 2015 год, а также составляет график выезда по хозяйству, чтобы проверять состояние озимой культуры, состояние зимовки скота, а также состояние техники и ремонта, проекту к тяжести не пойдем в работу. Управление следствия, которые занимаются текущими вопросами, какие-то моменты. В 2015 год надо посмотреть, что у нас, что у вас именно было, какие предложения по перспективе, где мы должны, в каком направлении, с какими нашими мупами, СПК, какую работу провести, кто себя как придет, добросовестно, где-то кому-то поддержать надо. Пожалуйста, дайте предложение. Чем можем тому поддержать? Где-то с финансовыми, где-то с другими. Пока у нас идет распределение, какие есть предложения, то, что сможем, мы сразу вам скажем. Каждая неделя в районном управлении образования начинается с совещаний с работниками-специалистами, где обсуждаются насущные вопросы. В районном управлении образования были обсуждены вопросы прошлого года, подвели итоги прошлого года и обсуждали вопросы, предстоящие на 2015-й черный год, как сдача подготовки единого государства к экзамену, так и сдача других годовых отчетов, и финансовых, и все остальные. Новогодные каникулы прошли без каких-то, происшествий. Вчера начались занятия во всех образовательных учреждениях. Тепловый режим везде соблюдается. Завершается сбор предметов по сдаче единого государственного экзамена. Многие, конечно, выбирают медицинскую или юридическую. Мы работаем по этому направлению, проводим анализ кадрового резервы, который в течение пяти лет мы планируем, нас ожидает. У нас действительно есть нехватка некоторых специалистов, как математик, как физик, как химик, иностранный язык. Мы даем конкретные поручения тем руководителям образовательных учреждений, которые ощущают вот этот кадровый дефицит, чтобы они целенаправленно работали с детьми, которые идут в те или другие вузы, то есть, чтобы они пошли именно по направлению, по дефициту кадров в районе. 19 числа завершается полная сдача и регистрация единой базы, сдача единого государственного экзамена. Все у нас идет по графику. Получили недостающиеся учебники по федеральному государственному обозвательному стандарту четвертых классов. Ну, конечно, стопроцентного обеспечения у нас нет. 80-85% у нас идет книгообеспеченность в этом году. На этой неделе район посвящает руководители работники Рособорнадзора. Это идет плановая аттестация образовательных учреждений. Мы к этому готовы. Средства для аттестации образовательных учреждений были еще до нового года перечислены на счета. Проблемы нет. Продолжаем работу. На выводе елки во всех образовательных учреждениях? Во всех образовательных учреждениях, да. Пожеление? Без исключения. Везде тепло, никаких проблем? Нет, коллапс от агенса. Зимет нет уже? Нет. В праздничные дни прошли спокойно обстановки. Было организовано дежурство, говорит главный врач Центральной районной поликлиники Анвар Азаматов. У нас прошли относительно спокойно. Был издан приказ, установлены графики работы начиная районной поликлиники во всех медицинских учреждениях. Таких чрезвычайных ситуаций у нас не было. Но знали, что люди тоже, что это праздничные дни, всего очень мало, 35 человек всего обратились. Но самое главное, да, я считаю, что мы были сделаны запаснее подъемов медикаментов, предметов медицинских разделей и продуктов питания на праздничные дни. Поэтому и температурный режим, и медикаменты, и питания проблем не было. Вот, я считаю, мы завершили неплохо. Целые наши показатели, качественные показатели, согласно установленным индикаторам, мы выполнили. В общем, очень высоким остается рождаемость по Советовскому району. По итогам прошлого года родилось 4 тысячи 10 детей. Это цикл достаточно, я считаю, самых высоких. 4 тысячи 10, да? 4 тысячи 10, да. За 4 тысячи последние 3 года, вот это выше 4 тысяч, мы это держимся. Это ни одного случая, материнской смертности не было. Это что, самый приятный момент, наверное, да. На 0,8 это промилля, это снизилась младенческая смертность. Ну, основные там другие моменты, это я не хочу. Вот среднюю зарплату я хотел бы это вот отметить. Средняя зарплата у нас достаточно, по сравнению с республикой, достаточно неплохая. Вот по врачам, участковые терапевты, педиатры, 28,580. Средняя зарплата у врачей. Врачи скорой помощи у них повыше 34 тысячи 70. А у всех гинекологов около 27,5 тысяч. У среднего персонала тоже 17 тысяч 750 средней зарплаты. Я считаю, это неплохое. Вот так, эти моменты. На этот год основной, согласно указу президента Владимира Владимировича Путина, это основная, это год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы заранее, это и министерство здравоохранения, и руководителем республиканского кардиологического центра, составили комплексный план, начиная от укрепления этой службы, до конца необходимого оборудования. Все они, я считаю, эта работа будет сделана. Основная задача, наверное, будет вот такая. И это с начала года, Джамбла Шаппиевич, у нас серьезно мы занимались стационарно-замещающими стационарами. Я уверенно могу сказать, как в Хасаюльтовском районе, нигде, ни в одном регионе республики, это нет столько древних стационаров, это мы на днях согласований с вами и с Министерством здравоохранения селения Солнечное очень хорошие подготовили, там подготовка сделана, готова к открытию, я завтра поеду, приказ тоже привезу. Это будет девятый древний стационар в Хасаюльтовском районе. Я же говорю, максимум где один, где вообще ничего нет, где два, три. Вот такая работа проводится, и эту работу мы продолжим. В принципе, основных проблем нет. В конце года нам удалось во всех участковых больницах и кое-каке, где есть, полностью белье новое обновили, новое белье, новое, в этом отношении тоже, я думаю, порядок есть в больнице. Глава района Джамбла Шаппиевич поинтересовался работой станции скорой помощи, которая с 1 января передана в ведение Министерства Республики Дагестан. Как, значит, скорая помощь, как? Скорая помощь. Заправившие, честно говоря, два этих было, этот, по горячей линии звонка, но они тоже вот по линии Минздрава, они перешли с 1 января уже окончательно, они будут и финансированы отдельно. Джамбла Шаппиевич, им дали сейчас на душу население, сейчас к ним огромные деньги потоки пойдут. Конечно, если они реально так пойдут, там должен дополнительный транспорт, все это приобрести. Единственное... Ну, все равно, несмотря на это, вы такую же поддержку оказываете, как они были при вас, чтобы... Единственное, что у нас есть... ...предсказание, чтобы наши жители что-то не находили. Чтобы улучшить приближение, вот, скорой медицинской помощи, да, вот это Нурадиловская зона, потом это Бомарь-Кюртовская кружка, где здесь, я написал, они вот это отметили, что там открыли подстанцию скорой помощи. Если это тоже... Ну, это очень удобно было. Удобно будет для населения. Когда от райцентра есть отдаленность такая? Да, да. И по 60 километров там? Ну, первый квартал покажет, ну, да. Хорошо. Атьката Заматова, начальник управления социальной защиты населения, говорила о оплате за ЖКХ и о предстоящих выплатах. Дело в том, что в сайт управления социальной защиты населения поступают письма с разъяснением того или иного вопроса. 2-го числа я сама проверила лично более 2 тысячи квитанций. Их с 8-го числа наши работники заносили. И вчера мы сдали базу. Задолженность перед педагогическими работниками района у нас составляет более 30 миллионов. Вчера вечером и в течение начала с 15-го года мы получили несколько писем на электронную почту, где педагогические работники спрашивают нас. Вот Джабраил Шарбулата вчера послал на нашу почту письмо. Тут такой слух идет в школах района, что якобы уберут люботу преподавателям сельских школ в Новом году. Может объяснить, в чем дело? Никто, даже директор, не ответил толком наши преподавательские вопросы. Конечно, письмо составлено неграмотно, но в любом случае я хочу ответить, что постановление правительством Республики Дагестан принято в конце 2014 года, где педагогическим работникам, скорее всего, отменили постановление, я не видела, не знаю, как там формулируется, отмена, возмещение, предоставление. Педагогическим работникам к зарплате будут добавлять тысячи рублей ежемесячно. Само постановление мы не получили, приказа министерства еще нет, но есть устный приказ министерства с 1 января 2015 года квитанции за 2015 год не принимать. И вот эта 30 тысяч задолженность, 30 миллионов, то есть не 30 тысяч, 30 миллионов педагогическим работникам, конечно, будет возмещаться. Мы задолженность перед педагогическими работниками за 2013-2014 год по оплате электроэнергии и газа возместим. Обращаясь к директорам школ, хочу сказать, что в Управлении соцзащиты около 2000 абонентских книжек. Они все подписаны, готовы, все квитанции занесены в базу, начисления сделаны, огромная просьба забрать квитанции. Далее произошли изменения в порядке финансирования и возмещения затрат, связанных с погребением умерших и реабилитированных лиц, порядке назначения и выплаты социальной пособии на погребение и возмещение стоимости услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела. По этому вопросу Вахид Адельханович готовит постановление, это администрация должна нам предоставить и тарифы, и постановления, и решения. Это мы должны срочно сделать. У нас почти что все готово. Вахид Адельханович, у нас же готово. Остальная работа идет в рабочем режиме. Жалоб других вопросов нет. С начала года возобновились соревнования, где наши юные спортсмены показывают неплохие результаты. У нас отдел профессиональной культуры, это касается наших спортсменов. Также мы в лидерах, тоже касается спортсменов, управления культурой. Мы по итогам 2014 года, там не бывает первое место, второе место, там они считают, как говорится, первую тройку, но лидеров считают. Поэтому мы одни из этих лидеров. Поэтому тоже огромная работа проведена этими отделами. Молодцы, так же продолжайте. Уже спортсмены нашего региона выступают на соревнованиях. Уже с первого числа будет соревнование в Махачкале. То есть Махачкале соревнование по мини-футболу, это в залах называется футбол, в рамках вселоссийского проекта. Мини-футбол школа называется. Четыре команды, значит, участвуют. Вот голосуем по завершению соревнований. Выписки из протокола по завершению. Проближается 70-летие победы. Управление культуры готовит грандиозную программу, куда будут вовлечены все культроботники района. На 2015 год управлением культуры разработан годовой план мероприятий. Разрабатывается также план мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал культуры на 2015 год». Как вы знаете, 2015 год объявлен годом литературы, что является неотъемлемой частью культуры и искусства. На данный момент весь наш отдел занят информационно-текстовыми отчетами. Мы должны до конца месяца буквально сдать информационно-текстовый отчет, потом отчет отраслевой, статистический отчет по форме СМИК. Таким образом, основные наши силы, Джамблан Шапич, в этом году будут направлены, прежде всего, на подготовку мероприятий к 70-летию празднования Великой Победы, Великой Отечественной войны. Вот мы буквально с начала этого года практически уже начали работу в этом плане. На днях состоится первое заседание Оргкомитета под председательством главы муниципального образования Хасаевский район Джамблан Шапиевич Салау по реализации данной программы, где будет определена ответственность за выполнение той или иной работы. По ремонту школы-интернат доложила Майя Камиловна Саловатова, директор данного учебного заведения. В практике все работы завершены, говорит она. Все очень хорошо, прекрасно, но не закончено. Дети есть, давно уже дети. Ну, самое главное, детей в обузере, тепло. Тепло, питание есть. Тепло, питание, все есть. И никаких проблем. Примерно открытие вот когда рассчитываем? Говорят, Гамедов до 20-го Москвы, как приедет, так сразу. О работе в своих отделах отчитались также Магомед Ибрагимов, исполняющий обязанности руководителя межрайонного отдела Росреестр, Вахид Касимов, замглава администрации, Асиат Арсланханова, начальник отдела по экономике и социального развития, Бушам Али Магомаев, замглава администрации, начальник финансового управления и другие. Истрапив Дауд Гаджиев, ответственный секретар комиссии по делам религии при администрации муниципального образования Хасаиртурский район, говорил о приходе нового мусульманского года, который совпал с днем рождения пророка Муаммад Аллахи Салам. Ян Саламу Алейкум Арахматуллах. Аммбилля, хвалую мне всю Вишну Аллаху за то, что Он нас взял из числа Мухаммада, Ассалаллаху Алейкум 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 Алейкум. Еще раз хвалую Вишну Аллаху за то, что дал нам возможность продленной жизни радоваться с приходом Новый год 2015 и в нем месяц Раба Аллаху, который найдется наш любимый пророк Мухаммад. Это начало месяца совпало с месяцем и рождением пророка Мухаммада. Это очень хороший признак. Надеюсь, что барракад этих теней достанется всем месяцам нашего 15-го года. Хочу обратить внимание, поскольку мы говорим о времени, о трех вещах. Первый – это вчерашний день, в котором мы ничего не можем делать, не возвращать, не начинать, не продолжать. Второй – это завтрашний день, в котором мы не знаем, какой он будет и будет ли он. Третий – это сегодняшний день, в котором мы живем. Я желаю, чтобы взяли ползу, максимальную ползу от того времени, которое в нашем распоряжении Аллах, который нам давал. Если вспомнить, 2014 год, в прошлый год, в частности, в религиозных вопросах, немало было сделано в прошлом году в содействии Джамбала Тажича Пьевича, с его помощью. Были много встреч с организациями, руководителями. Провели конкурсы среди женщин, девушек, мальчиков. Мы участвовали в религиозных курсах. Конечно, это было все связано, чтобы он был красивым, там на другой подарок и так далее, и так далее. Эту поддержку мы получили, духовенство района получило от Джамбала Тажича Пьевича. За что очень благодарен духовенству района и религиозных вопросов. Вы на этот год тоже заранее план сделаете, чтобы мы как-то в 4-м году, чтобы росло, чтобы не попадали, заранее где-то, в каком квартале, в каком месяце, какие мероприятия у нас планируются, чтобы мы могли заранее посмотреть. То, что нужно, но необходимо, все проведем, как положено. Желаю Джамбала Тажича Пьевичу, чтобы Аллаху расширили возможности, чтобы помогать в нужное время, в нужное место нужно быть. Всем на месте. И вам я желаю, чтобы, влечившись к наказам Всевышнего Аллаха и заветам пророка Мухаммада, саллаллаху, алахи вассалам, озаряли ваши сердца истинные герои. И обрадовали вас шафаатом пророка Мухаммада, саллаллаху, алахи вассалам. И нашим заблудшим братьям и сестрам я желаю, чтобы они покаялись и вернулись на путь истине. Амин. Еще сейчас у нас по поручению Джамбала Тажича подготовлено по объему, он очень маленький, мне кажется, не на твердой площадке, а содержимое у него, ой, маршала, объемный. Это чем больше, как говоришь с вами. Значит, один рубль на пути Аллаха вознаграждается от 10 до 700 и более раз. Дай Аллах, чтобы вам продолжать такое. Но после актива там в двери будет ящик, значит, человек, значит, вы получите каждый, я бы сказал, два штуки. Один для служебных, а другой для семьи. Спасибо. Дай Аллах, чтобы нас уберегала от всех несчастных взгод. Амин. Ас-саляму, алейкум, арахмату, арахмату, арахмату. Хункерхан Джакав, замначальника полиции ОВД МВД Паха Союза-Тумского района, доложил, что личный состав обеспечивал в разышие дни охрану общественного порядка. И за истекший период было зарегистрировано 7 преступлений. Общественную безопасность проводились, оперативно-профактические, оперативно-поисковые мероприятия. За неделю зарегистрировано 7 преступлений. Это посягательство на жен сотрудников правоохранительных, незаконное предприятие хранения взрослых путешествий, организация незаконного положения на формирование и участие, неправомерное заводение автомата транспортом, незаконное предприятие хранения наркотических средств, кража чужого имущества и утерянка госснамера в знаке. Одно преступление пока оставляется нераскрытым, лицом установленным, но не задержанным. Ну и еще основная работа проведена, чем мы занимаемся ежедневно, конечно, обоставить незаконным строением по объектам, по фронтам, по фронтам, по дорожным полосам. Молодцы. Совершая обратное совещание, глава района Дембла Шапиевич еще раз призвал всех начать работу в новом году с удвоенной энергией, чтобы на места соблюдалась трудовая дисциплина, был порядок не только на рабочих местах, но и во всем районе. Наш район – наш общий дом, и там должно быть уютно и красиво, сказал он. Это наш район, наш общий дом, поэтому это очень будет полезно и красиво, и дальше будем в этом направлении вести работу.